Приветствую вас друзья, на ваших экранах очередной выпуск новостей про грядущую 17 альфу игры 7 days to die на канале Surlager. В этом выпуске вас ждут такие темы. Прогноз выхода 17 альфы, новые деревья и их дальняя прорисовка, новое здание церкви, снова про полоску здоровья, про выносливость персонажа и продолжение теста 17 альфы от Роланда. Видео на канале выходят не регулярно, а потому, ну вы сами знаете что делать. Поехали. Начну этот выпуск с главного. Случилось то, чего никто уже не ждал. Вроде как только так и сразу, видео поделился предположениями касательно того, когда же все-таки может выйти экспериментальная версия 17 альфы игры 7 days to die. С его слов, если все будет идти как запланировано, то экспериментальная версия должна выйти уже в июле. Сразу скажу, если кто-то рассчитывает на то, что это произойдет прямо 1 июля, даже не надейтесь. Рекомендую настроиться на то, что это скорее всего произойдет ближе к концу июля и это в том случае, если процесс разработки действительно будет идти согласно плану. Но как мы знаем, по плану обычно редко что идет, потому я бы рассчитывал минимум на начало августа. Далее Джоэл показал нам вблизи новые деревья и обратил внимание на то, что новые и старые деревья теперь замечательно прорисовываются на достаточно большом расстоянии, что по его словам добавляет атмосферности и меняет в лучшую сторону впечатление от игры. И на этом моменте я вспомнил о проблеме, которую мы сейчас наблюдаем с дальней прорисовкой зданий. Заключается проблема в том, что объекты дальней прорисовки в данный момент никак не реагируют на наши действия. Мы можем изменить здания или вовсе их уничтожить, но отойдя на приличное расстояние, мы увидим, что здания вдали будут отображаться в первозданном их виде. И только подойдя ближе, опять сможем увидеть результаты своих действий. Скорее всего, та же проблема будет наблюдаться и с деревьями. Я почти уверен в том, что вырубив начисто небольшой лесок и отойдя на приличное расстояние, мы снова увидим этот лесок как ни в чем не бывало. На эту мысль меня натолкнуло то, что разработчики на форуме проигнорировали два моих вопроса, первый из которых был посвящен проблеме дальней прорисовки зданий, а второй дальней прорисовке деревьев в 17-й альфе. Скорее всего, этот момент будет исправлен уже когда игра перейдет в стадию бета. Следующее, что показал Джоэл, огромная церковь, толком рассмотреть которую изнутри нам так и не удалось. Во-первых, по причине того, что специально подготовленный для этого видеоквест отказался работать. А второй причиной стало то, что Джоэл слишком быстро погиб, ринувшись на ораву зомби с обычной дубиной. А после смерти, вместо стандартной заставки с поюдающими игрока с зомби, мы увидели просто белый экран. И скорее всего, игра намертво зависла. Из того, что удалось рассмотреть в церкви, мне очень понравился мрачный главный зал с орочными проемами, глядя на который, почему-то сразу вспомнилась игра Dark Souls. Опять полоска здоровья По пути к церкви, Джоэл убил несколько зомби, чем опять спровоцировал на форуме бурное обсуждение полоски здоровья, которая неизменно появлялась над врагами. Судьба этой полоски пока неизвестна. С одной стороны, есть мнение, что она служит вспомогательным элементом для разработчиков, чтобы визуально отслеживать эффективность оружия и количество наносимого урона. И в игре вроде как ей делать нечего. С другой стороны, Джоэл как-то обмолвился, что нам понадобится полоска здоровья врагов, когда мы наконец-то встретим в игре настоящего босса. Так что пока достоверно неизвестно, будет ли полоска здоровья в игре, и если будет, то в каком виде и в каких случаях ее будет видеть игрок. Одним из аргументов против появления полоски здоровья у зомби было то, что в игре просто нет достаточно сильных боссов, чтобы была реальная необходимость в наличии этой полоски. Даже радиоактивный полицейский не такой уже опасный босс, чтобы мы нуждались в информации о его здоровье. На что Роланд ответил, что в игре вообще нет еще ни одного босса. Радиоактивные регенерирующие зомби находятся ближе всего к понятию босс, но и они также еще далеко не боссы. И в 17 Альфе, вполне возможно, нас еще ждет встреча с настоящим боссом. Очень хочется в это верить. Двигаемся далее. Выносливость. Во время убийства зомби и бега хорошо заметно, насколько быстро расходуется и восстанавливается выносливость персонажа. Со слов Джоэла, новая система выносливости уже не позволит нам бесконечно кружить вокруг зомби, пытаясь нанести ему удар со спины, постоянно уворачиваясь от его ответных ударов. Несмотря на то, что выносливость достаточно быстро восстанавливается, тратиться она будет при орудовании дубиной еще быстрее. И особенно заметно это при усиленных ударах. А если при этом вы еще и будете постоянно бегать вокруг зомби, то выносливости вам надолго не хватит. Если анимация оружия ближнего боя вызвала у вас приступы чего-то нехорошего, например, вселенской грусти или еще чего похуже, спешу вас успокоить. Над анимацией еще идет работа. Так себя успокоил, да? Ну как смог, как смог. Также по пути к церкви нашему взору предстал джип, застрявший колесами в провалах моста. Джоэл сказал, что это случилось, когда он очередной раз его тестировал. И как я понял, вытащить джип, не разрушив мост, уже не получится. Напомню, разобрать джип и собрать его в другом месте, как мы это сейчас делаем с минибайком, в 17-й Альфе будет нельзя, так как транспорт будет неразборной, и его можно будет только модифицировать. Что еще примечательно было в этом видео, это скорость восстановления и снижения выносливости и здоровья персонажа, отображаемая положительными или отрицательными числами на соответствующих индикаторах. Скорее всего, это, опять же, вспомогательный элемент, используемый разработчиками при работе над балансом в игре. Также я обратил внимание на то, что количество рецептов в рюкзаке уменьшилось с 92, которые сейчас есть у нас в 16-й Альфе, до 41. Вряд ли рецепты были вырезаны из игры, скорее всего, многие из них были окончательно распределены по крафт-станциям и отображаются теперь только там. Что ж, это все, что было показано и рассказано в этом видео, и мы плавно переходим к тому, что происходило на форуме сразу после публикации этого видео и чуть ранее. Сразу после публикации видео, Джоэл на форуме оставил несколько сообщений, в которых сообщил весьма интересные детали. В первом сообщении Джоэл очередной раз заверил нас в том, что в Ночь Кровавой Луны мы уже не сможем использовать старые хитрости, которые позволяли нам с легкостью пережить Орду. Если верить Джоэлу, мы уже не сможем спастись от Орды на первой попавшейся крыше или закопавшись в землю. Фатал добавил, что в 16-й Альфе у зомби сейчас есть проблемы с точностью ударов, то есть они могут целиться в один блок, а бить совершенно другой. В 17-й Альфе это уже исправлено, и в сочетании с новой системой построения путей следования и выбора целей, зомби уже смогут бить не только те блоки, что находятся непосредственно перед ними, но и те, что находятся под ними. А это значит, что зомби наконец-то опять смогут копать. Фаталу на форуме был задан вопрос. Сможем ли мы когда-нибудь увидеть в игре масштабные города вроде Нью-Йорка? В ответ на что Фатал разместил на форуме скриншот из 17-й Альфы, на котором был показан один из больших городов, сгенерированный в рандомном мире. А теперь давайте сравним. Вот Нью-Йорк, а вот город, показанный Фаталом. Я полагаю, что этим скриншотом Фатал пытался дать отрицательный ответ на заданный вопрос. И последнее в этом выпуске. Роланд продолжает тестировать 17-ю Альфу. И это вторая часть рассказа о его похождениях. С первой частью вы можете ознакомиться опять же, посмотрев прошлое новостное видео. Как уже упоминалось ранее, снимать видео Роланду строго запрещено, потому все, что у нас есть, это его рассказ и наши с вами воображения. Итак, давайте посмотрим, что же нам в этот раз поведал Роланд. День первый, версия игры Альфа-17, сборка Б-69. Я начал новую игру в мире на Визген. Мне не хотелось проходить учебный квест, поэтому я просто отменил его задание, чтобы иметь возможность сделать все в произвольном порядке и по мере необходимости. И я не сделал капюшон из травы, потому что не понадобилось. Как мне показалось, с прошлого раза многое было значительно улучшено. Оружие стало наносить вполне приемлемый урон, и мне очень понравился эффект тряпичных кукол у оглушенных зомби. Есть некоторые изменения, связанные с боевой системой, и это выглядит очень интересно. Но я думаю, что Джоэл сам покажет вам это в одном из следующих видео, поэтому не буду спойлерить. Я направился прямо в Диэрсвилль, и могу сказать, что город сильно изменился. Больница была полностью перестроена, как и большинство домов в городе. Я выбрал одно из зданий и начал его зачистку. У здания взрывом была повреждена боковая стена, и проблем попасть в здание у меня не возникло. Я вошел и стал озираться. В прошлый раз я не встретил спящих зомби, но в этот раз их было слишком много, просто толпы. От такого напора мне стало не по себе. В одно из мгновений пол подо мной рухнул, и я провалился на этаж ниже, оказавшись в комнате сплошь усеянной спящими мертвецами. К моей радости из всех зомби проснулся только тот, который оказался ко мне ближе всего. Я стал отступать, стреляя из лука и орудуя дубиной. Мне пришлось долго уворачиваться, чтобы избежать ударов зомби, и в конце концов мне удалось его одолеть. Не думаю, что это будет спойлером, если я скажу, что новые дома очень даже хороши. Они просто переполнены скримерами и напряженными моментами, благодаря тому, как теперь в здании располагаются спящие. Теперь с порога не выйдет вычислить всех зомби, находящихся в комнате. Спящие пока что зачастую не реагируют ни на какие раздражители, кроме физического контакта. Также спящих теперь не так просто убить, как раньше. Даже хедшот в скрытом режиме не убивает их с первого раза. Большинство скиллов и перков уже работают, хотя многие из них пока что не имеют подробного описания. А поскольку почти все они были переименованы или полностью изменены под требования новой системы, то у меня возникли трудности в процессе выбора того, на что стоило бы потратить заработанные очки опыта. Как я понял, в игру вернули возможность улучшать качество создаваемых предметов в процессе их создания. Но это сильно отличается от того, что было раньше. Я попробовал найти среди перков или скиллов те, что помогли бы мне улучшить качество создаваемых предметов, и не смог найти ни одного. Это будет сильно отличаться от того, что было в 15 альфе. Мне потребовался целый день, чтобы исследовать этот дом. Когда я наконец добрался до чердака, уже вовсю пели сверчки и время близилось к ночи. Я считаю, очень даже неплохо, когда вы совершенно забываете о времени, погружаясь в изучение окружающей вас обстановки. А это значит, что разработчики на верном пути, и это был только первый дом. День второй, версия игры Альфа-17, сборка B69. Я появился в том же месте, где завершил игру в прошлый раз. Я был на чердаке одного из домов в Диерсвилле. Я решил просто провести там ночь и потратить это время на изучение меню и навыков. Прежде чем начать, я переложил весь инвентарь в картонную коробку и решил навести порядок на чердаке. Я нашел стеллажи с коробками, разбил их каменным топором, и в итоге мне удалось получить немного древесины, деталей машин и электрических частей. Также тут были большие пурпурные мешки с песком и щебнем, которые легко разбирались с помощью лопаты. Затем я обнаружил красивую сумку, спрятанную за двумя большими ящиками, которую мне не удалось бы найти, если бы я не стал расчищать мусор на чердаке. Я собираюсь провести в этом доме еще один день, чтобы расчистить весь хлам и найти все секреты. Я хорошо поработал топором и лопатой. Чердак теперь выглядит более просторным, и теперь тут стало достаточно места для того, чтобы организовать временную базу. С этими мыслями я открыл интерфейс игрока и решил подробно его изучить. На экране персонажа появились дополнительные наборы слотов. Я понятия не имею, для чего они нужны, так как пока что они не имеют никаких опознавательных знаков, но это выглядит круто. Открыв окно прокачки персонажа, я стал изучать имеющиеся там навыки и перки. Мне не удалось найти среди них ничего из того, к чему я привык за последние несколько альф. Лишь немногие из навыков и перков имели всплывающие подсказки, потому я не смог определить, на что влияет большинство из них. Я пытался найти в описании нечто похожее на создание лучших инструментов, чтобы потратить имеющиеся очки опыта, но не смог найти ничего похожего. И теперь я сильно озадачен тем, как же будет реализована прокачка инструментов и оружия. В данный момент есть несколько занимательных навыков, которые судя по описанию будут доступны, когда появятся поселения, фракции и бандиты. Что действительно обнадеживает, так это то, что даже если бандиты, выжившие и другие NPC не будут добавлены в 17 альфу, разработчики уже ведут над ними работу, добавляя различные вспомогательные функции и другие элементы игры, которые прямо указывают на то, что это обязательно будет реализовано. Это очень напоминает тот период разработки, когда в игре появились покерные фишки, но в качестве валюты их еще нельзя было использовать. Я нашел как минимум один перк, который напрямую указывает на поселение, и это дает мне надежду на то, что в конечном итоге мы это все-таки получим. То, о чем жил ранее, говорил исключительно как о чем-то желаемом, теперь это уже начинает постепенно реализовываться в игре. Пока я изучал перки, читал их описания и представлял в уме, какие возможности мы получим, закончилась ночь. Я покинул чердак и направился к следующему дому, рядом с которым парил огромный восклицательный знак. Я попытался его активировать и получил сообщение о том, что квест был активирован, и также одновременно с этим я услышал уже знакомый до боли звук добавления нового квеста. Я посмотрел на карту, затем открыл список квестов и не заметил, чтобы там что-то изменилось. Поэтому я решил, что квесты еще не полностью интегрированы в игру. Я вошел в дом, просто выломав дверь главного входа. Скорее всего, это был не тот путь, которым предполагалось идти по квесту, и скорее всего нужно было идти через подвал. Но мне понравилась идея просто выбить дверь, вместо того, чтобы рыскать в подвале в поисках скрытых лазеек, которые для этого предусмотрели дизайнеры уровней. Выбив дверь, я попал в гостиную, из которой было несколько путей, которым я мог бы следовать для изучения локации. Я решил спуститься в подвал. Видимо, шум шагов разбудил дикого зомби-строителя. У меня просто не было шансов. Так и погиб в этот раз мой персонаж. Накануне я в креативном режиме добавил себе целую кучу очков опыта, чтобы потратить их на различные навыки. Возможно, появление дикого зомби – это расплата за мошенничество с очками опыта. Благодарим Роланда за этот удивительный рассказ и с нетерпением ждем продолжения. А теперь давайте подведем итоги похождения Роланда в 17-й Альфе. Итак, здания внутри будут уже не такими пустыми, как сейчас, и на их исследование понадобится достаточно длительное время. В игре уже есть какие-то изменения, которые коснулись боевой системы, но пока не ясно, что это. Спящие зомби теперь не будут умирать с первого раза, и с ними придется повозиться. В зданиях можно будет встретить достаточно зомби, для того, чтобы они представляли для нас реальную угрозу. Все или большинство скиллов и перков были полностью переработаны, и скорее всего нам придется заново изучать прокачку персонажа. В игру вернули возможность повышать качество создаваемых предметов во время крафта. То есть чем больше делаешь предметов, тем качественнее будет получаться каждый следующий предмет, но система будет сильно отличаться от того, что было в 15-й Альфе. Скиллов и перков, отвечающих за качество создаваемых предметов, или вовсе нет, или просто будут навыки, которые будут косвенно влиять на качество создаваемых предметов. Новые блоки вроде коробок и мешков на поддонах можно будет разбить и получить из них полезные ресурсы. В окне персонажа появились какие-то дополнительные слоты, назначение которых пока неизвестно. Среди навыков и перков уже есть те, которые понадобятся нам после введения в игру неигровых персонажей, то есть NPC. И последнее, квесты в игре уже есть, но над их интеграцией в данный момент идет работа. Ну что же, на этом у меня все, это были новости по игре 7 Days to Die на канале Сурвагер. Подписывайтесь, ставьте лайки и мы обязательно увидимся в следующих видео. Всем пока!